В Мордовии люди преклонного возраста с удручающей регулярностью становятся жертвами злоумышленников. То мошенники по многократно завышенной цене продают им ненужные приборы, то юридические конторы обещают увеличить пенсии. В итоге в бюджетах старшего поколения появляются очередные дыры. Накануне среди населения республики случился снова переполох. По телефонам и на лавочках, в очередях и общественном транспорте, пенсионеры делились новостью о возможной прибавке в размере 2400 рублей. Якобы для этого надо лишь написать заявление, и с декабря начнут платить. Однако все оказалось совсем иначе. Для начала, этой новости уже 20 лет. Именно тогда, в 2002 году, Пенсионный фонд России установил повышение фиксированной выплаты гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. К нетрудоспособным членам семьи у нас относятся дети. Это дети в возрасте до 18 лет, дети от 18 до 23 лет, если они обучаются, и те дети, которые получили инвалидность до совершеннолетия. Кроме того, к нетрудоспособным членам семьи могут относиться дети, вернее, братья, сестры, внуки, но только в том случае, если они не имеют нетрудоспособных родителей. Сейчас в Мордовии такую выплату получают 8500 пенсионеров. И ничего нового для них не случилось. Все уже и так законодательно прописано. Для установления надбавки на иждивение необходимо подать заявление в клиентскую службу Пенсионного фонда, либо через единый портал государственных услуг. В некоторых случаях требуются дополнительные документы, в некоторых случаях нет. Если, например, мы иждивенцем рассматриваем ребенка, который получил инвалидность до 18-летнего возраста, то, скорее всего, такие сведения будут в органах Пенсионного фонда. И мы уже ничего дополнительного просить не будем. В Мордовском отделении Пенсионного фонда России особо подчеркивают, эта надбавка не заменяет никаких социальных выплат. Дополнительные 2406 рублей положено пенсионеру за нетрудоспособного члена семьи, который находится у него на иждивении. Евгений Волков, Евгений Фролкин. Наши новости.